Исследования производили в Соединенных Штатах Америки, то есть каким образом распределяется капитал людей с различным уровнем активов. То есть люди, у кого доход от нуля до 471 тысячи долларов, то у них активы распределены следующим образом. 62% находятся в недвижимости, причем в которой они живут. Порядка 16-17% – это пенсионные планы, равно в России накопительное страхование жизни. Ликвидные активы 8,5% и, соответственно, бизнес и инвестиции на фондовом рынке по общей сложности, да, этот показатель составляет 11%. Люди, у которых доход от 470 до 10 миллионов долларов, у них немного другое перераспределение идет, да, то есть у них собственная недвижимость – это 25%, пенсионные программы – 22%, ликвидные активы, соответственно, 7,7%, 18,6% – это фондовый рынок и взаимные фонды, 24,5% – это бизнес. Ну, то есть это, по сути, малый и средний бизнес, кто имеет такие доходы, потому что в работе по найму уже сложно иметь такой доход. Ну и, соответственно, людей с капиталом от 10 миллионов долларов в недвижимости – 7,6%, в пенсионных планах – 6%, в ликвидных активах, да, то есть кэш, по сути, 6,7%, на фондовом рынке – 31,5% и 49% – это собственный бизнес. Внимание, дальше. Многие мы слышали про принцип Паретта – топ-1 самых богатых людей Америки владеют 40% акций американского рынка. Следующие 5% по доходам имеют 31%. То есть, 5% самых богатых людей Америки владеют 71% акций американских компаний. Как мне кажется, удар, который готовится, да, то есть, ну, я всегда очень осторожно об этом говорю, не хочу, чтобы я там, меня обвинили в какой-то конспирологии, да, но, как мне кажется, основной удар сейчас будет нанесен вот этим людям, потому что их капитал сосредоточен вот здесь. И смысл в том, что они понимают всю проблемность текущей ситуации, всю ее бессмысленность. И вот как раз-таки вопрос, который задавался, что вот они сейчас купят. Да, купят. Да, купят. Это те люди, которые вот здесь вот при падении на 65% вот от этих уровней будут активно покупать рынок. Но дело в том, что после этого они могут упасть еще процентов на 50%. Абсолютное большинство людей, если вы сейчас выйдете на улицу и попытаетесь поговорить, да, но единицы на самом деле говорят о том, о чем вы сегодня слышите, я говорю вам, рассказываю. С другой стороны, я вам предоставляю информацию с неких публичных источников и даю свою вольную трактовку. И мы об этом говорим, да. И мы это понимаем, мы понимаем эти возможности, мы понимаем и осознаем тот факт, что возможности как бы есть. Вопрос в том, что у меня всех хватит терпежа. То есть вот я сейчас спрашиваю, если вы сейчас сидите на долларе, если вы сейчас сидите на кэше, то скажите, пожалуйста, если рынок упадет сейчас на 50%, что вы будете делать? Ребят, то, о чем пишет Роберт Киосаки в книге «Второй шанс». Основной прицел, просто понимаете, у бедных денег не осталось, да, то есть их фактически субсидирует государство. У среднего класса и сверхбогатых, но сверхбогатых, условно сверхбогатых, да, то есть инвесторов, у которых есть 1, 2, 3, 10 миллионов долларов, да, то есть у них деньги вот сконцентрированы вот здесь. В этом случае получается, что надо, чтобы вот эти люди, соответственно, тот кэш, который сейчас есть, и мы с вами сидим, кстати, в кэше, у нас половина кэша. Другой вопрос, досидите ли вы, дерготня еще будет. И вот вопрос, где вы в это время находитесь? То есть дергаться еще будут, и рынки будут еще обновлять максимальные значения, будут корректироваться. То есть смысл в том, чтобы задергать людей настолько, чтобы сказать, ну все, чтобы, соответственно, когда будет там минус, минус 50, ребята зашли. Они на самом деле не прогадают, то есть сначала полетят все ребята, кто Робин Гуды, открывают счета, которые, средства, которые поддерживают сейчас экономику, да, которые направляют непосредственно на, на фондовый рынок, покупая акции Тесла. Они тоже очень существенно обожгутся, но сейчас вопрос к сохранению.